В Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник приехала выставка из Ростова с названием «От Танеса до Танес». На ней представлены археологические находки III века до н.э. Керамика, предметы обихода древнего воина и украшения. Порядка 200 предметов античности из раскопок городищей некрополя Танеса могут увидеть рязанцы на выставке во дворце Олега. Экспозицию дополняют реконструированные костюмы жителей древних цивилизаций, населявших территорию Ростовской области. И в этом году год для нас знаменательный, потому что 200 лет назад для науки об античных древностях было открыто местонахождение Танеса. Дело в том, что Танес был, об этом знали многие, читали, страбоны и греческих географов и историков. Но где находился Танес, долгое время была загадка. Античное поселение Танес открыл Иван Стимбковский в 1823 году. В своих археологических разведках в низовьях Дона им были раскопаны древние амфоры, которые относились к греческой культуре. Исследования городища продолжаются и по сей день. И каждая свежая находка рассказывает что-то новое о культуре и быте людей древности. Танес – это античный город, который является крайним северо-восточным пунктом античного мира древности. Более северного, на нашей территории, по крайней мере, России, античного города не было. И вот в дельте реки Дон возник этот город в 1-3-3 века до нашей эры. А основали его боспурские греки, выходцы из боспурского царства, столицей которого был Пантикопий, современная Керчь. Жители Танеса занимались земледелием, скотоводством, различными ремеслами. Важную роль играла и торговля с окрестными племенами и другими цивилизованными городами. На территории Занской области проживали финноборские племна, которые использовали часть вещей, которые пользовались и жители Танеса. Это тоже интересно. То есть какие-то торговые отношения мы уже подслеживаем. По словам исследователей, Танес был разрушен и сожжен гунами в эпоху великого переселения народов в 4-7 веках. Однако дошедшие до нас древние артефакты рассказывают в подробностях о народе, населявшем южные территории нашей страны. Я приехала, честно говоря, в отпуск просто погулять по Рязани. И для меня было приятной неожиданностью посетить эту выставку, потому что в бытность мою студенткой исторического факультета я не только копала городище старой Рязани на практике, но и мы активно изучали великую греческую колонизацию и знали, что на территории нашей страны есть и памятники античности. Окунуться в историю античного эмпория торгового поселения можно до 15 октября этого года. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 12 августа в субботу в селе Глебово-Городище проходит 21-й межрегиональный военно-патриотический фестиваль «Битва на Вожие». Посвящен он 645-й годовщине победы объединенных русских войск над Золотой Ордой. Так масштабно победу русского воинства над ордынцами в селе Глебово-Городище празднуют вот уже 20 лет, а начиная с 2012 года межрегиональный военно-исторический фестиваль «Победа в битве на Вожие» включен в перечень особо важных военно-патриотических мероприятий России. Основную программу праздника обычно меняют не сильно. На этот раз гостей вначале будет ждать выставка вооружения и техники ВДВ. Десантная техника и вооружение на технике, пушки, пулеметы, будут тактико-технические характеристики расписаны, будут объяснять, рассказывать, можно будет фотографироваться, можно зайти, посмотреть, что, чего и как. То есть это будет при входе. Там площадка смотрела, мы сегодня определили это место вместе с теми организаторами, кто там занимается, и представителем десантного нашего училища. Кроме того, в этот день проведут крестный ход и литию во славу русского воинства. Само же представление снова будет масштабным и по числу участников, и по числу зрителей. Организаторы ожидают приезда до 12 тысяч человек. Все побросал. Орда бежала. Остали пьюрты и шатры. Разгроблен, брат. Будет в этом году у битвы на Вожи особый подтекст. Учитывая проведение специальной военной операции, посыл фестиваля будет категоричен. Все направлено на то, чтобы победа будет за нами. В нынешней специальной, такой сложившейся сложной ситуации, когда это специальная военная операция, и наш народ, особенно и школьники, которые много что делают, отправляют благотворительную помощь, различные коллективы предприятия и непосредственно армия. Солдаты, а мы все солдаты, от рядового до генерала, солдаты нашей Родины. Будем делать и делаем. А сегодняшнее мероприятие именно посвящено тому, чтобы мы победили. Победа будет за нами, враг будет разбит. В ближайшую субботу к месту проведения фестиваля победы в битве на Вожи будет курсировать специальный микроавтобус. С площади привокзальная города Рыбное до села Глебово-Градище в 10.00, 10.30 и 11.00. Обратный маршрут начиная с 14.00. В Рязани точка сбора бывший магазин «Декатлон». Всех любителей исторической реконструкции будут ждать с 10 утра. Вся неделя прошла в Рязани под эгидой «Небо России». Если вы еще не окунулись в тему воздухоплавания, следующий материал для вас. Ощутить магию утро сегодня довелось большой компанией романтиков. Из года в год в августе они выезжают из своих городов и отправляются в Рязань. Фестиваль «Небо России» впервые состоялся 30 лет назад, когда Лев Борисович Маврин и Михаил Малахов, сидя на кухне, решили собрать воздухоплавателей всего мира в Рязани. Получилось. Тот фестиваль стал первым воспоминанием о воздухоплавании Олега Буцкого, в то время 12-летнего мальчишки. Когда мы прибежали на это поле, это вот эти махины стоят в пятиэтажный дом. Для нас, конечно, это был вообще шоком. И я стою в первых рядах. Ко мне подходит Малахов Михаил Георгиевич, просто хватает меня вот за руку, вытаскивает оттуда и сажает в корзину. Спустя 20 лет Олег, казалось бы, волей случая, стал фотографом фестиваля, потом стал снимать видео, а теперь и вовсе. Воздухоплавание вытеснило все остальные виды деятельности и стало основной работой, хобби и призванием. И так у многих, ведь однажды встретив рассвет в полях среди романтиков и искателей приключений, забыть это уже вряд ли получится. Рязань в кругах профессионалов величают столицы воздухоплавания. Фестиваль «Небо России» каждый год собирает лучших из лучших. Основная цель поднимающихся над рязанской землей пилотов – победить в соревновании. Да, если вы еще не знали, воздухоплавание – это спорт. Задания для пилотов описаны в уставе фестиваля. Их много. Мы, например, прямо сейчас выполняем «Вальс сомнений». «Вальс сомнений» – это рассказывается несколько мишеней, от двух до пяти, грубо говоря. И пилот сам выбирает, на какую цель лететь. Почти час в воздухе. Максимальная высота – 600 метров, где уже немного закладывают уши. И августовская земля сверху еще прекраснее. Вы только посмотрите на этот утренний свет, как он ложится пятнами на поля Пронского района, на этот изгиб реки. И хотя полет как бы не соревновательный, наш пилот уверенно ведет нас к лучшему результату. После сегодняшнего полета, если бы он был не тренировочно-спортивный, мы были бы первые, скажем так. Потому что сейчас все рассчитывают то, что сильно левый у земли, но его уже нет. Потому что начал раздувать, и все пройдут правее вот этой цели. Когда я только-только начинал летать, грубо говоря, там первая моя цель, в которую я прилетел, была километр разница. А сейчас вот рядышком, тем более в такой, скажем, сегодня прям совсем непростой ветер был. Вечерний взлет уже в зачет. И дальше плотный график соревновательных дней, если погода позволит. А тренировочное утро уже задало боевой настрой. И пилотам, и командам. Вы улетели, команда прям выдохнула. Да, жаришка горит прям сегодня, да. Ну, с одной стороны, это хорошо, за счет того, что это тренировочный полет. То есть ребята уже постепенно начинают входить в спортивный режим. Что, собственно, для них будет хорошим тонусом, хорошим таким стимулом уже мыслить правильно, мыслить по-спортивному. Присоединиться к воздухоплавателям можно. Со мной, например, летели москвичи. Они специально приехали на фестиваль. Да здорово, столько эмоций, особенно когда это опускались под солнцем и кидали в цель, чтобы пропасть. Да. И вообще очень красиво. Игра солнца, поля разные, всякие узоры от тракторов на полях. А я видела, как шуберает урожай. В этом году территории для полетов новые. В этих районах участники фестиваля еще никогда не летали и не соревновались. Так что каждый из них еще и первооткрыватель новых пейзажей, живописнейших мест Рязанщины. Кстати, в четверг, пятницу и субботу можно будет не просто наблюдать пролетающие аэростаты, но и повеселиться в районе Спаска. Там пройдет настоящий праздник для зрителей фестиваля Небо России с конкурсами и представлениями. Субтитры создавал DimaTorzok